Привет, друзья! Вы часто просите меня в комментариях рассказать о американской любительской хоккейной лиге. Чем она отличается и есть ли вообще существенные отличия от российской. Ну что, давайте попробуем порассуждать на эту тему. Я играл 4 года, может побольше, в России. И сейчас уже играю 4 с лишним года здесь, в Америке. Играю я во Флориде, в Солнечный штат, но здесь очень много катков. Играю в двух лигах, разной по уровню сложности и в разных городах. Друг от друга они находятся где-то в 40 минутах, может быть там побольше. Мне ехать до одного катка от моего дома 25 минут, до другого 30 минут. Тот, который дальше, старый каток, но имеет свой такой дух. Мне очень нравится там играть. Короткая площадка американская, здесь она называется Pro. Условия похуже, чем в новом месте, куда я езжу. В новом месте, куда ближе ехать, там два катка. Один олимпийский, один Pro. И лиги, игры у нас проходят и на том, и на другом катках. Это очень интересно. На самом деле, мне больше нравится играть на более укороченном катке, потому что более реально интенсивно все происходит. И команды больше находятся в постоянном напряжении. У них меньше возможности для маневра. А значит, и у меня, как у вратаря, а вы знаете, я играю вратарем, больше работы. Но, тем не менее, это интересней. Воротчики, мне очень нравится это правило, не платят в России и не платят в Америке. Лиги делятся по буквам A, B, C, D. Я, когда только переехал, начинал играть в D-лиги. Постепенно меня приглашали в разные лиги. И сейчас я дорос до того, что играю в C и B-лигах. И изредка меня приглашают играть в A-лигу. Там действительно очень-очень сложно. Все бывшие про-спортсмены или кто стремился стать про, очень огромные реальные скорости. Хоккей просто на высоте. Играть одно удовольствие, несмотря на то, что постоянно много пропускаю в A-лиге. Я уже выигрывал в разных лигах кубки, плей-офф. Один раз даже сыграл на ноль в финальной игре в C-лиге. И в том сезоне наша команда вообще не проиграла ни одного матча. Просто рекорд такой определенный. И мы выиграли и регулярку, и выиграли плей-офф. Но давайте по порядку. Что мне нравится в Америке? В Америке все очень четко в плане организации. Все все знают, как что происходит. И что самое интересное, когда я искал себе команду, я, естественно, не знал, как это сделать. Обратился к управляющему катка, чтобы он подыскал мне команду. Он говорит, Егор, здесь проблем с этим нет. В конце каждого сезона. А сезон здесь, в отличие от тех лиг, где я играл в России, длится квартал. То есть три месяца. Получается, за год мы играем четыре сезона. Так вот, после каждого сезона есть драфты, так называемые, драфт-игры. Куда приходят люди, которые хотят попасть в команду. Для каждой лиги, у А-лиги своя драфт-игра, у Б-лиги своя. И так по порядку. Я вот первый раз пришел на такой драфт. Отыграл с судьей, там все как положено. Час сорок пять по времени мы играли. Было пять вратарей на тот момент. И где-то около пятидесяти игроков, которых поделили на две команды. И мы играли. Пришли представители команд, капитаны, или просто игроки, неважно, которые нуждались на следующий сезон в новых игроках. Или просто кто хотел создать свою команду новую. И смотрели, отбирали себе игроков или вратарей. Я думал, что меня не отобрали, но через неделю мне на электронную почту. Здесь, кстати, что удивительно, в Америке больше пользуются электронной почтой, чем нежели даже смс-сообщениями по телефону. Пришло предложение от одной из команд, кстати, одной из самых слабых команд, что им нужен вратарь. Вот я так и начал играть. Это была Ди лига. И уже на третьем сезоне мы выиграли с этой командой кубок. Первый мой кубок был в Ди лиге. Потом я брал два кубка в Ц лиге. И сразу же, когда пришел в новую команду в Би лигу, мы выиграли тоже плей-офф. Игра была очень серьезная. В регулярке там мы заняли второе место. Или третье, даже не помню. Но обыграли всех в плей-офф. Было очень интересно. Так вот, понятно, как люди попадают в команду. Но, что мне не нравится, чем отличается от России и Америка. Американцы только играют. Не важно, это чемпионат, или это просто тренировочные игры, если их можно так назвать. А здесь можно каждый день в определенные часы, один или два раза, в зависимости от катка, сколько у него свободного времени, прийти и поиграть. Заплатив 16 долларов, также вратари ничего не платят, платят только игроки, и играть. Играешь, естественно, без судей, час 45 минут за 16 долларов. Один раз это есть дневное время и вечернее время. Вот ребята приходят, кто не хочет участвовать в чемпионате, или у кого нет возможности, кого не берут в команду, и рубятся. Разные совершенно уровни у игроков, но они играют все вместе. Если ты хочешь, каждый день есть, ну там в основном, конечно, детские занятия, тоже несколько раз в день, но можно купить такое занятие, и с тобой будет работать тоже тренер. Хочешь персонально, хочешь в группе. Я два или три раза ходил, вы видели, на канале выкладывал, и брал групповое занятие с вратарями. Там были детишки, и я взрослый лоб. Ну мне не стыдно, я как бы не стеснялся, и потихонечку нужно же как-то все равно нарабатывать свою технику. Особенно, когда есть свободное время. Но я уже давно этого не делал. Так вот, друзья, в Америке ни у одной из команд нет тренера. В России, что мне нравилось, у нас был тренер, вы знаете, и один, может быть, два раза в неделю, да, лед, когда конкретно тренер тренирует. И один-два раза игры. В Америке такого нет, к сожалению. В Америке в основном на игру приходит 10 игроков. Играют в две пятерки. Потому что люди платят, хотят больше игрового времени. В России, я знаю, у нас в команде было там по 25-30 человек. И, естественно, все боролись за то, чтобы играть в команде именно в чемпионате. Вот это, мне кажется, гораздо интересней в России. И все-таки, кто бы что ни говорил, я начинал вообще с полного нуля. Мне было 34 года. Не катался никогда на коньках. Пришел, попытался играть вратарем. И таких людей, которые так приходили, очень много. Естественно, как еще можно, если только в играх, оттачивать свое мастерство и вообще просто обучаться? Будет очень сложно. А когда есть тренер, когда ты даже не очень хорошо катаешься, когда тренер объясняет стратегию игры, тактику, команда, и я это видел, и вы все, наверняка, живущие в России тоже видели, как команда растет, поднимается и может давать отпор даже более опытным, более мастеровитым командам. Вот это большой плюс для России. В Америке такого нет, повторяюсь. Они только приходят играть. Платят они примерно за три месяца, грубо говоря, где-то 240-250 долларов. И мы все, и вратари, и игроки, за право играть в американской любительской хоккейной лиге платим где-то около 40 долларов ежегодно. Платим американской ассоциации хоккея. За это нам дают право. У каждого есть номер. Без этого номера до чемпионата не допускают. Без этого взноса. Ну и присылают раз в месяц такой хоккейный журнальчик. Можно полистать, почитать, кому интересно. В России, я не помню, есть сносы. По-моему, есть, но там платишь конкретно той лиге, в которой ты играешь. У нас многие организовывают лиги. И в городе бывает две, а то и три лиги. Зависит, конечно, еще от масштабов города. Чем отличаются, к примеру, два катка вот этих, два дворца? Я говорил уже, да, что один постарше, другой по новее. Естественно, то, что по новее там и раздевалки лучше, и душевые, и туалеты, и все, что с этим связано. В стареньком все гораздо попроще, но, в принципе, для игры, на игру это не влияет. И даже есть кое-какие преимущества, я не знаю, по-домашнему, как ты играешь, когда играешь на той старенькой арене. Примерно вот такие, друзья, отличия между американской лигой и русской любительской лигой. НХЛ, да? Ночная хоккейная лига. Еще один интересный момент, который хочется отметить. Девчонки и женщины тоже играют в хоккей, играют в одних командах с парнями. Я думаю, это неудивительно. В России такое тоже есть. В России даже есть отдельно женские команды, которые играют против мужских. Но, что меня здесь удивило, шокировало слегка даже. Несмотря на то, что в наличии на стадионе имеются отдельно женские раздевалки, где девчонки могут пойти переодеться, большинство из них переодевается с парнями в одних раздевалках. Нисколько не стесняясь ни голых жоп и членов мужиков, своих сисек. Естественно, там все друг от друга отворачиваются. Какой-то дебил. Вот в Америке реально немножко очень много дебилов за рулем. Особенно стариков. О, сбили меня с мысли. В общем, вот такие приколы. Я поначалу даже маленько как-то растерялся тоже, но потом так же, что раздеваешься, идешь в душ. Вот такие вот приколы, я думаю, многим бы русским это понравилось. Так что вот такая ситуация. Девчонки спокойненько переодеваются в мужских раздевалках. Никто ни на кого не набрасывается, никто ни на кого дико не смотрит. Но мне жена всегда говорит, а представь обратную ситуацию, почему такого нет? Барень в женской раздевалке. Ну, я думаю, такое невозможно. В принципе, наверное, ни в Америке, ни в России. Так что вот такие вот отличия между нашими странами, между нашими людьми, на самом деле, не сильно большие отличия. Все люди стремятся к одному, к благополучию, к хорошей работе, к хорошему заработку. Может быть, более свободны в отношении действий других людей. И никто никого не осуждает. Что мне еще нравится, здесь, в Штатах. Они на меня, кстати, за это смотрят немножечко как-то странно. Я всегда, если кто-то где-то что-то там ошибается, постоянно, ну, высказываю, критикую, ору на них. Здесь не важно, какого уровня ты игрок, хуже, лучше, но обычно, конечно, хуже. Здесь тебе всегда обязательно дадут пас, если ты открыт. Всегда с тобой сыграют. И никогда, я ни разу не слышал, а играл я уже здесь во многих разных командах, чтобы кто-то где-то поднял друг на друга голос. Почему ты мне не отдал, я был открыт, почему сыграл сам, или что ты так коряво играешь, что, к сожалению, постоянно, вы знаете, наблюдается в России. Я ору на них, да, и на суде ору, меня даже с одной командой вообще выгнали, потому что я очень много дрался там, и игроки меня просто из этой команды удалили. Неприятная, конечно, такая ситуация, но вот такой вот факт. поэтому здесь люди более лояльные, что ли, друг к другу, я не знаю, но на самом деле это хорошо. Смысл орать, кричать в этом нет. Просто высказываешь какой-то, выплескиваешь негатив, который, в принципе, к тебе же и возвращается потом. Нужно быть спокойней. Здесь на самом деле, что нас поначалу вообще сильно удивляло, если ты нервничаешь, если у тебя на лице видны какие-то признаки недовольства, негатива, на тебя смотрят немножечко с сожалением, как будто ты психически больной человек. И со временем ты начинаешь себя реально так чувствовать и поэтому меняешься тоже. Вот в этом плане, в принципе, нам есть чему у них поучиться. Так что я и себе даю установки быть поспокойным, не позорить себя, не позорить страну. и меня даже как-то они звали играть на последнюю игру сезона, у них вратарь куда-то уехал, команда, которая выгнала меня, попросила уйти. Так я дал себе установку не драться, все. И что вы думаете, на последних минутах пришлось подраться? Но почему? Потому что я выехал на середину зоны отбить шайбу и вижу, это же видно в глазах, игрок другой команды, они проигрывают, несется на меня и прям конкретно на столкновение. А у меня больное плечо, кто не знает, кто смотрит мой канал, знает, и прям бьет меня по моему больному плечу. Естественно, защитники не вступаются, я сам вступаю и пришлось подраться. Правда, потом парень подъехал, извинился, я тоже перед ним извинился, ну, хоккей, что в принципе все объясняет. Но стараться нужно быть спокойным. Это в принципе для вратаря очень важно. Что касается правил. В одном городе мы играем по 12 минут 3 периода, но чистого времени. Только игрового времени. Везде два судьи, как в принципе, наверное, и в России. И в другом городе мы играем по 20 минут грязного времени, 3 периода в регулярном чемпионате. А когда начинаются игры плей-офф, там по 15 минут 3 периода и чистое время. 15 минут чистого времени. также по ветеранским правилам запрещены силовые приемы. Правила сами, самой игры немножечко отличаются от наших русских и от НХЛ-овских. Они по правилам здесь проходят школьных их команд, школьных чемпионатов. там не сильно существенные отличия. Но что мне бросалось в глаза конкретно, это к примеру у нас если нарушение и удалили игрока команды, то сбрасывание естественно происходит в зоне удаленного игрока. Здесь нет, здесь сбрасывание может происходить даже и в зоне другой команды, та, что будет играть в большинстве. есть различные нюансы, но они не столь существенны. Правила пробросов, основные правила все-таки они одинаковые. Еще интересное правило, момент отличающийся от России, это то, что здесь любой человек может играть за любую команду. Естественно, основные составы команд они стабильны, но часто, когда нам не хватает игроков, к примеру, на матч, либо он поздно начинается, либо еще по какой-то причине нет у нас игрока, а то и нескольких, мы приглашаем игроков из других команд, и это допускается правилом. Но в плей-офф, когда начинаются игры в плей-офф, может играть только тот человек, игрок, который в регулярном чемпионате отыграл больше трех игр, то есть минимум три игры нужно отыграть в регулярном чемпионате за одну команду, чтобы иметь право, иметь возможность играть за эту команду в играх плей-офф. Вот такое интересное отличие. Не нужно там просить разрешения, просто включаешь в список, который капитаны подают судьям перед игрой и за этим все четко следят, отслеживают. Что мне лично как вратарю еще нравится, в одной из лиг, где я играю, отслеживают и статистику вратарей, очень серьезно, в плане того, сколько бросков было нанесено по воротам. Вы знаете, в каждой игре и общее, и потом в соответствии с этим высчитывают всю статистику, сколько шутаутов и свой рейтинг вратарей. Обычно я всегда в тройке, что меня не может не радовать, при том, что я естественно мешок, мне еще до серьезного уровня играть и играть, тренироваться и тренироваться, и не факт, что вообще дорасту до такого серьезного уровня, но такой рейтинг все равно греет душу, не знаю, с чем это связано, но в каждом чемпионате именно по мне, по моим воротам наносится максимально большее количество бросков, чем по другим вратарям, по другим командам. Я всегда слежу перед женой, хвастаюсь своим рейтингом. Даже если мы занимаем не призовые места, не попадаем в тройку, то я всегда в тройке лидеров воротчиков. что касается медийности в той лиге в России, в которой я играл, были свои фотографы, обзоры матчей, каждая игра, были фотографии, а в некоторых сейчас, по-моему, даже какие-то видеонарезки есть. Здесь в Штатах такого нет, по крайней мере в тех городах, в которых я играю. Нет в плане ни видео, ни фото отчетов, но подробная статистика защитников, нападающих, конечно же, присутствует и можно посмотреть все это на сайте. Статистика вратарей, у кого сколько сейвов, сколько больше всего игр на ноль, сколько подряд выигрышей и антирекорды, конечно, тоже есть. это все интересно, но, на мой взгляд, если бы были бы хотя бы какие-то фотоотчеты, было бы тоже, конечно же, интересней. Но, так как американцы, поверьте, более скрупулезные люди, чем россияне, экономят практически на всем, то, я думаю, именно только из-за этого нету постоянного фотографа, ведь это дополнительные деньги, которые легли бы по-любому на плечи именно игроков. Подъехал я к катку. Еще один очень существенный нюанс, это то, что после каждой игры по очереди ребята приносят пиво и пьют здесь по две, по три, иногда и по четыре кружки. В раздевалке, а иногда и на улице полицейские подъезжают, здесь нельзя на улице распивать. Но относятся, я ни разу не слышал, чтобы кого-то арестовали ко всему пониманию. Предупреждают, просто говорят. И конечно, я не буду говорить про менталитет, американский менталитет все-таки отличается. Здесь нет такой все-равно супердружеской атмосферы во многих командах, как есть в России. Но это к хоккею уже, друзья, не относятся, поэтому не будем об этом говорить. Вы сами можете делать выводы, где интереснее, где не интереснее. Если бы было можно сложить все плюсы, убрав все минусы, к примеру, сделать, чтобы у нас тоже были драфты, а не просто так по знакомству где-то кто-то. Я думаю, это было бы интереснее для России. Ну и для Америки, конечно, я считаю, это большое упущение, что у них нету тренеров, что они не собираются командой для того, чтобы чувствовать друг друга. Но что интересно, здесь это американская любительская хоккейная лига тоже очень сильно заботится о своем имидже. Я вот уже два раза ездил играть, меня приглашали вратарем, мы играли Америка против Канады. Приезжают любительские команды из Америки, из Канады, устраивают между собой чемпионат. Уровень, конечно, там фантастический, просто вообще нереальный. В Майами последний раз это было. И, кстати, там можно приехать не конкретно своей командой, а собрать ее к примеру со всей стороны, как и было один раз. Друзья, не друзья, знакомые объединились, договорились, приехали и вот в такую команду меня позвали. Мы играли. Естественно, мы там заняли предпоследнее место, по-моему. Уровень других команд сыгранных был просто фантастическим. Но, тем не менее, вот так все интересно. Насколько я знаю, в российской любительской хоккейной лиге есть тоже, по крайней мере, в той лиге, что я играл, матчи звезд, так скажем. Это тоже довольно интересно для болельщиков. Почему-то сейчас в этих лигах, где я играю в Америке, такого нет. Хотя я спрашивал, раньше говорят, такое тоже было и и было, причем, интересно, между всеми лигами собирали одну, две, вернее, команды, они играли между собой. Не для каждой лиги отдельно, но почему-то отказались от этого. На мой взгляд, это тоже упущение, тоже минус. Ведь чем больше различных интересных моментов, тем интереснее. Но здесь часто устраивают чемпионаты между собой, не обязательно команды, три на три играют, на новогодние праздники, к примеру, на какие-то другие. В Америке, вы знаете, Новый год небольшой праздник, рождественские праздники здесь. Вот на эти праздники устраивают такие чемпионаты. Довольно-таки весело, платишь там отдельно вступительный взнос, туда нужно платить и вратарям тоже, если хочешь поиграть и рубишься. Вот такие, друзья, плюсы и минусы, если коротко, может быть, что-то подзабылось, но основное я озвучил. Не знаю, насколько сейчас отличаются цены между Америкой и Россией, но вот, к примеру, поточить коньки один раз стоит 8 долларов. Одна прозрачная лента, скотч, да, так называемый здесь у них специальный, стоит 3 доллара. Можете делать выводы, но нужно не забывать, что уровень зарплат все-таки здесь в Штатах гораздо, гораздо выше. Но магазинчиков, которых можно купить вот так вживую, реально очень мало, и в основном они, естественно, при катках. Все-таки понятно, да, Флорида такой штат солнечный здесь, зимы не бывает как таковой, снега никогда не было, поэтому с этим сложно, но зато можно купить абсолютно все, что угодно, если не нравится, вернуть на сайтах, что все люди, в принципе, живущие, играющие в Америке и делаю, это всем известный Total Hockey и Hockey Monkey. Я сам покупал там шлем, себе вот покупал от Power последний шлем, коньки покупал, клюшки, чуток не покупал. Щитки у меня, я продолжаю играть в нашей российской фирме Miklin, мне очень нравятся, очень надежные щитки, блин, с ловушкой, качество, играешь очень долго, в последних щитках, я их привез сюда еще из России, я отыграл, наверное, лет 7, и они до сих пор выглядят лучше, чем щитки, которые я смотрю от известных производителей, но сделанных в Китае уже через год-два, они выглядят просто ужасно. и последние, даже вот живя здесь, я заказал все равно у Miklin, он мне прислал сюда, что всем воротчикам в принципе рекомендую сделать. Реально очень серьезное качество у Miklin, и вы это можете увидеть, посмотрев, что очень многие вратари в КХЛ, в ВХЛ еще больше, играют именно в щитках от Miklin. попробуйте и вы не пожалеете, ничем не уступают, а может быть даже где-то и превосходят всем известные топовые бренды. Ну что, друзья, не буду вас сильно дальше грузить, тем более сейчас еду, может быть еще, если что-то вспомню, расскажу в следующих роликах. Обязательно оставляйте комментарии, если хотите что-то узнать, если хотите дополнить, как обстоят дела в вашем городе, в вашей стране, если вы играете в любительский хоккей. Всем пока, воротчикам побольше сухих матчей, а нападающим естественно побольше шайб. Увидимся, друзья, и не забывайте, что тренироваться нужно не только на льду, но и в тренажерном зале, особенно если вы хотите повысить свою выносливость. Не забывайте, что бег не является суперфактором, повышающим выносливость, проверено на себе. Если хотите узнать, как повысить свою выносливость до фантастических результатов, найдите мое видео об этом на канале, изучите его, попробуйте, и уже через два месяца вы будете просто машиной выносливости. Ну все, всем пока, спасибо, что смотрели.